Здравствуйте! Вы на канале Семь Дачи. С вами Татьяна. В сегодняшнем видео речь пойдет о пользе янтарной кислоты для растений. Итак, на примере вот этого цветка. Он был у меня в маленьком горшочке. Весь ком земляной был переплетен корнями. Земли просто не было. Были одни корни. А я вижу, что он начал чахнуть. Мне пришлось его разделить на два, порвать корни, разорвать их, чтобы привести корневую систему в порядок, убрать, обрезать все лишнее и пересадить в новый горшок с грунтом. И вот сейчас мы наблюдаем вот эту пожелтевшую листву. После пересадки он у меня неделю как пересажен. И сейчас я воспользуюсь реанимацией для цветов. Это янтарная кислота. Одну таблетку я разведу в литре воды. Сначала я разведу в небольшом количестве тёплой воды, после чего добавлю в литровую банку с водой. Янтарная кислота участвует в таких процессах жизнедеятельности растения, как дыхание, то есть преобразование кислорода и углерода в углекислый газ с выделением энергии, клеточный метаболизм, выработка энергии в клетках. При достаточном поступлении вещество регулирует энергетические обменные процессы, что оздоравливает растения в целом. Теперь я провожу обработку раствором янтарной кислоты, проливаю растения и опрыскиваю по листу. Итак, неделю спустя, после реанимации моего спецефилума, вот такой у него сейчас вид. Как вы видите, вполне здоровый практически. Я думаю, ещё чуть-чуть и он придёт в норму. Но намного лучше выглядит. То есть после того, как я продела землю янтарной кислотой, хорошо опрыскала растение. Вот прошла неделя. Так что не сомневайтесь, пользуйтесь спокойной янтарной кислотой, если кто ещё не пользуется ей. Также такой раствор янтарной кислоты можно применять перед посадкой различных черенков или розеток. Вот сегодня, к примеру, я хочу подсадить розетки хлорофитома к драцине. Все мы знаем, что у драцина низ голый, то есть один голый ствол. И сегодня я хочу как-то преобразить этот горшок с драциной, именно подсадив сюда хлорофитом. И сейчас я буквально на 5 минут замочу хлорофитом в растворе янтарной кислоты, после чего подсажу к драцине. После применения такого биостимулятора происходит следующее изменение в растениях. Стабилизируется баланс почвенной микрофлоры, стимулирует рост растения, увеличивается устойчивость цветка к стрессам, особенно в зимний период, к переливу, засухе, перепадам температуры, пересадке. Укрепляются защитные функции. Также янтарную кислоту хорошо применять при замачивании семян в качестве стимулятора роста. И также иммуномодулятора. К примеру, для замачивания семян достаточно одной таблетки развести в 250 граммов теплой воды. Но вода температуры приблизительно в 50 градусов. Даем ей раствориться, после чего мы будем использовать для замачивания семян. Итак, янтарная кислота у нас хорошо растворилась в воде. Теперь мы можем спокойно замочить на 15 минут наши семена. После чего семена немного просушиваем и приступаем к посеву. Через 5 дней после посева семян сельдерея, которые были замочены в растворе янтарной кислоты, у меня появились хорошие дружные сходы. На этом всё. Подписывайтесь на канал 7дач. Задавайте вопросы в комментариях. Ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания. До свидания.